Друзья, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать немножко о смарт-контрактах в разрезе моих любимых фруктов. Об этом и поговорим. Хочу сразу сказать, что этот спич, он не о какой-то сильной теории, не о сухой теории. Это больше о идее смарт-контракта, о том, как она зародилась, как мы пришли к этому, что такое блокчейн и так далее. Поднимите руку, кто знает, что это, любит манго, ест его. Да, я его тоже очень люблю. Вы знаете, он очень полезен для головы. И нам, как программистам, его обязательно употреблять. Но есть один нюанс в этом всем. Один плод манго весом 500 грамм стоит 300-400 гривен. Спелый, хороший, желтый, вкусный, который не нужно держать где-то и так далее. А я бы хотел, чтобы это стоило 20-30 гривен, чтобы вместо килограмма помидоров я заказал себе килограмм манго, и мне его дали, и я заплатил тех же денег. В чем проблема? Почему нельзя так? Почему, например, в том же Египте я могу это купить за 1 доллар, за килограмм, а у нас сезон? Да, безусловно. Ну, хорошо, на Бали я могу купить в любое время за 2 доллара килограмм, а тут я плачу 25 долларов. Очень большая разница. То есть десятки раз. Мне кажется, что проблема в том, как его доставляют к нам. Хорошая манго доставляет исключительно самолетом. Вот. Примерно на таком, только, возможно, поменьше. Вот. И его минус. Это очень быстро, это очень классно, задорно. Вот. Мы через там буквально 9 часов получаем фрукты, но цена несопоставимо велика. Да. То есть вот такой самолет, ну, вряд ли такой, но такой, примерно такой, может тонны везти, ну, десятки тонн. Ну, ладно, сотни. Хорошо. Без проблем. Вот. Но в то же время в нашем мире развиты другие перевозки, перевозки какими-то балкерами, танкерами и так далее. Да, морем. Это немножко дольше, это геморройнее, но в разы, в десятки раз дешевле. Вот. Вот. Причем тут вообще смарт-контракты, наверное, хотите вы спросить. Вот. Об этом мы и поговорим. Ну что, погнали. Расскажу немножко о себе. Меня зовут Ярослав. Я работаю Team Lead в логике достаточно много лет. На 10.js. Член программного комитета последние три года. Немножечко заходил на хаях в биткоин. Прокатывался там на разных. Вот. Ну, и как-то, знаете, вот за счет того, что у меня там много денег было, потом не было, потом было, это разогрело мой интерес. И я начал интересоваться, как же, какие деньги, почему это стоят триллионы и так далее. Ну, в общем-то, так и родился мой доклад. Еще один момент. Вот. Буду плыть завтра Ocean Man. Точнее, не завтра, на следующих выходных. Кто хочет присоединяйтесь, может кто-то еще будет плыть. Вот. Это немножечко обо мне. Скажите, кто знаком, что такое, кто знает, что такое блокчейн вообще? Окей. Окей. И прокатывался, да, да. Прогорел, да. Кто продавал на хайверах после покупки. Так, да. Что такое блокчейн? Кто-то знает, нет? Окей. Хорошо. Смотрите, блокчейн это просто очередность блоков, да, по большому счету. Вот, где мы видим, что вот есть у нас какой-то блок, в нем хранится время, когда он был создан, какая-то информация в виде хэша, да. То есть получается, что это просто цепочка информации. И каждый следующий поинт блокчейна обладает информацией про предыдущий. И каждым следующим поинтом блокчейна мы можем расшифровать предыдущий. То есть это как такая рекурсивная штука, которая one by one может вызываться. То есть мне очень похоже на linked list, может кто-то знаком с этой структурой данных, да. То есть все достаточно просто. Но в этом всем, в этом всем появилась криптография. И вот она дала силу этому блокчейну. Вот. С криптовалютами знакомы, наверное, да. То есть вижу, вижу. Вот. Ну, криптовалюта это такая вот валюта. Которая работает на блокчейне практически всегда, да. Они бывают разные. Простыми словами, это вот платежная система, скорее, чаще всего просто на блокчейне. И вот ее суперпобеда над какой-то валютой, которую мы используем, что мы ничего с этих платежных систем не можем удалять. Мы можем туда только добавлять, да. И если захотим, то, например, вот кто-то намайнил 100 эфира, например, в 2010 году или в 2012. И мы можем увидеть, кто их намайнил. Потому что все эти данные хранятся, вот, можно углубляться, изучать. Это интересно. Вот. Это вот один из создателей криптовалюты эфир. Виталик Бутерин. Вот. Он миллиардер. Стал не похожим на обычного миллиардера, как по мне. Вот. Получается, что капитализация эфира сейчас составляет 380 миллиардов долларов. Ну, может, сейчас 300, потому что все падает. Вот. Но в целом очень много, да. И что он предоставляет? Почему это стоит так дорого? Они предоставляют очень удобную платформу для платежных систем. Ну, для вообще криптовалют в принципе, да. То есть если вы хотите что-то сделать, какую-то криптовалюту, у вас есть идея, вы хотите сделать распределенную обменку, да, которая будет там автоматически все менять, все деньги, класс. Вы процент будете брать, пассивный доход, миллион долларов. Вот. Он вам поможет этим стартануть и достаточно просто. Единственное, что они захотят от вас, чтобы вы использовали их деньги, их как бы валюту для переводов, да, то есть их блокчейн. Вот. Очень много плюсов у этой платформы. Мало того, что она очень популярна, она еще достаточно развита в плане инфраструктуры, да. Нам, как JavaScript девелоперам, она дает большие плюсы, потому что внутри нее используется активно Solidity. То есть для того, чтобы написать какой-то контракт, да, какую-то очередность действий, вам нужно познакомиться с языком Solidity, но когда я его открыл, я думал, это JavaScript очень долго. Вот. И у меня будет там кусочек кода, он небольшой, но если его засунуть в JavaScript и убрать слово string в виде типа, то он заработает. Вот. Мне это тоже очень понравилось. Ну, плюс он очень активно развивается, и самый большой плюс – это то, что это open source. Скажите, кто-то знает вот эту вот штуку черную, машину? Получается, вы туда суете деньги, вы тыкаете пальчиком, что вы хотите, она вам выкидывает вот эту вот штуку, да. Вот это первый прообраз смарт-контракта. То есть это вот то, чем занимается эфир. Вы ему пихаете какую-то штуку под названием деньги, эфир, да, говорите, мы хотим вот это, только внутри блокчейна, и он вам выплевывает вот это за ваши деньги. Вот. И суть в том, что это происходит автоматически. Это происходит в блокчейне, это происходит прозрачно. Как я уже говорил ранее, мы ничего не можем удалить в блокчейне. Мы можем все только добавлять, добавлять, добавлять. Вот. Ну и плюс у нас нет никаких бумажек. В этом суть смарт-контракта. То есть по факту это то же самое, что, например, мы заключаем при устройстве на работу, там, подписываем договор. Просто это электронный такой договор, и он существует не в реальном мире, а в таком, как бы, своем мире. Но у него есть окошко наружу. Вот. Это конец тяжелой теории. Вот это, короче, непонятно, за что я сюда пришел, что я тут делаю. Все, больше этого не будет. Я бы хотел рассказать немножко о эволюции контрактов. Кто-то видел, как вот в фильмах ковбой так смачно плюет на руку и такой, давай, пя, типа, вот мы с тобой договорились. Кто-то видел такое, нет? Вот. Это же и был, как бы, первый контракт. Но, то есть это подтверждение контракта. Но это было еще раньше, да. То есть вот этот вот жест, пожимание руки, он был еще за тысячу лет до нашей эры. Уже есть, как бы, такие таблички, да, где видно, что люди так, как бы, подкрепляли контракты, как твоя подпись была. То есть мы пожали руки, все, мы с тобой договорились. Это такие первые образы. Дальше появились бумажки. Мы начали писать много бумаги. Там такие талмуды. Приходишь в банк получить карточку, тебе 16 страниц контракта 12-м шрифтом. Вот. Ненавижу, если честно. Вот. Дальше после этого у нас появилась криптография. Да. И с этой криптографией развитой мы можем создавать электронные контракты, делать электронные подписи. И, то есть, когда вам, например, приходит документ с Америки, теперь его не нужно распечатывать в принтере, подписывать, сканировать, отправлять, да. То есть сейчас тебе просто дают ссылку на DocuSign или на что-то подобное. Вы подписываете и забываете. Да. Это очень удобно. Мне кажется, следующим этапом вот этого всего развития контрактов, в принципе, являются смарт-контракты. Потому что это намного проще. Это вот уже все готово. В это вливаются деньги, активно развивается. Но что же это нам дает, да. Это дает нам то, что нам даже и системы как таковые не нужны. У нас есть только блокчейн, у нас есть только эфир. И нам не нужно покупать подписки либо еще что-то. Мы платим какие-то копейки, там, 0,1 цент за какой-то контракт и поехали. То есть это все очень дешево, очень быстро происходит. Это в основном мгновенно, если вы там не подписаны на какие-то внешние триггеры. Ой, да. Так при чем тут вообще манго? С этого же началось все. Так вот, я хочу в следующей части доклада совместить вот эти понятия смарт-контракта и дорогого манго. То есть просто привести пример такой банальный, возможно, где-то даже наивный. Я понимаю его наивность. Но того, как можно дешевить банально, вот такие какие-то процессы, как растаможка суден. Вот, они опять. Вот. Для того, чтобы к нам приезжал, приходил морем спелый фрукт, хороший, экзотический, не только манго, но и все, нам нужно решить, как мне кажется, три поинта. Это время. Самое главное. Например, если вы не поделились с нужным человеком каким-то на таможне, а ваш товар скоропортирующийся, вам скажут, ну, сори, мы замораживаем ваш товар на два месяца, и ваш товар приходит в негодность. Это самый распространенный способ заработка денег в некоторых странах на таможне. То есть время должно быть, вот, никакой задержки со стороны растаможки, да? Это должно происходить автоматически. То есть мы же не хотим, чтобы кто-то наживался на этом. Мы хотим, чтобы это было решение, которое позволит нам вообще забыть о взятках навсегда. И это должно быть прозрачно, потому что если кто-то нас обманул, кто-то где-то все-таки там что-то недооценил, переоценил, мы всегда можем зайти в блокчейн, найти, а вот ты, собака, это сделал, и наказать его, например. Мне кажется, что эти три пункта, они нам позволят просто перейти на новый этап эволюции и появятся новые фреймворки. И представьте, что у нас есть какой-то корабль, загруженный сотней тысяч тонн манго, и он выплывает из Египта. И при этом, когда он выплывает из Египта, мы создаем какой-то смарт-контракт. То есть мы говорим, что, ребята, вот у нас есть 400 тысяч тонн манго. Его оценочная стоимость 10 миллионов долларов. Мы готовы заплатить растаможку в виде 20%, например. И сразу вы в этот смарт-контракт получаете свои деньги в размере 2 миллионов долларов. Только не в долларах, а в эфире. И как только отплывает этот корабль, и вы создаете этот контракт, эти деньги у вас со счета замораживаются. То есть все, они, можно сказать, уже не ваши. Это деньги смарт-контракта. Но при этом они еще не являются деньгами какого-то из государств, например, Украины. Это первый этап. То есть мы создали контракт, мы сказали, что вот деньги тут, и поплыли. И, например, по пути в Украину у нас есть какая-то чекпоинт, точка, когда мы говорим, что вот, ну, мне кажется, мы вот пришли, мы вот в Одессе, да? Мы вот совсем рядом под Одессой. И после этого мне кажется, что было бы уместным выплатить этот смарт-контракт. То есть вот эти. А? А, окей. А? Да, я понял. Он уже втыкнут. Нет, просто вот это не перенимает, да и все. Окей. Я в руках буду держать. Раз, 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 раз. Ну, не выконял бы так, смотри. А, окей. Да, футболка не... Да, спасибо. Надеюсь, так будет лучше слышно. Вот. И на этом чекпоинте, мне кажется, было бы удобно снять вот эти вот деньги за простоможку. Да? Но при этом вы должны понимать, то, что они перешли с одного счета на другой, это ничего не значит. То есть их в любой момент, если очень нужно, можно найти, можно найти, кто их, куда перевел и так далее. Куда они потом пошли и найти концы. Вот. И после этого мы приходим кораблем в Одессу, счастливые, с растаможенными фруктами и наслаждаемся. Но, то есть, и на этапе разгрузки, да, то есть мы должны проверить, что это действительно то, что было заявлено. То есть, по идее, вмешательств чиновников, либо каких-то людей тут, мне кажется, вообще не должно быть. Тут, возможно, могут быть какие-то силовики, которые проверят, что вот, что курица это курица, кот это кот, вот этих контейнеров. И все. И это, как мне кажется, сэкономит нам порядка двух недель, трех недель растаможки, потому что это очень-очень долго затягивается. Собственно, все. Вот дешевый, такой простой рецепт использования смарт-контракта при растаможке. Давайте еще раз. Это все. Вот. Это такой банальный пример, который я попытался привнести в реальную жизнь. Сейчас бы я хотел рассказать, как это можно реализовать, как эта реализация происходит с технической стороны. Вот. У нас видно там слайд этот или не очень? Надеюсь, да. Ну, тут никак иначе я попытаюсь объяснить. Вот. У нас существует такая либо, она признана разработчиками эфириума, называется Web3.js. Да? Для чего она предназначена? То есть, если вы обратите внимание, она позволяет нам взаимодействовать с сетями эфира. То есть, эфир – это некий блокчейн, и мы можем подключиться к блокчейну. Но из-за того, что их разных существует много, и мы можем создать точно так же вот просто блокчейн тестовый. И не играться реальными деньгами, да, а проверять наш смарт-контракт на каких-то рыбных эфирах, да. Вот. Она нам позволяет коннектиться к нему, взаимодействовать через разные протоколы. Там достаточно широкий функционал в виде проверки баланса, кошельков, транзакций и так далее. То есть, это такой швейцарский нож, да. Но основная его суть – это все-таки connection к существующему блокчейну. Есть еще такая вот штука, называется Ganache CLI. Она вот поднимает, она создает блокчейн, да. То есть, ее идея в том, чтобы вы не писали свой блокчейн каждый раз, а если видно, вы просто установили такой небольшой NPM-пакетик, написали одну команду для старта и все. То есть, я аж немножко офигел с того, что в одну команду я поднял локальный блокчейн. И вот это все видел, ну, то есть, я свой блокчейн, взаимодействие с ним, я видел в их GUI, да. То есть, я делал какую-то тудушку, там, создание тасок, что-то там, приносит тебе какие-то эфириумы. Я действительно видел свои балансы, я действительно видел свои, я не знаю, свои транзакции, статусы и так далее. То есть, GANASH, он предназначен для того, чтобы поднимать локальный блокчейн буквально в две строки. Вот. Ну, и существует такая штука, это Truffle, да. То есть, это фреймворк, который позволяет нам писать код и взаимодействовать с смарт-контрактами. То есть, вот то, что мы напишем какой-то смарт-контракт, вот его пример, да. То есть, очень похож на JavaScript. Мы его пишем, и он, как вы понимаете, не читается блокчейном. Он не умеет, он не умеет, он умеет воспринимать только JSON, да. Он умеет воспринимать только машинный код. Вот. И вот Truffle нам помогает превратить вот этот Solidity в что-то понятное для Ethereum, блокчейна, месиво, что ли. Вот. Это тоже, то есть, это все одна большая инфраструктура, написана одной командой. И, как вы видите, Truffle, Ganache, то есть, они очень любят сладкое. Вот. И вы только начинаете копать в их репозиториях, и все становится ясно, да. То есть, вы можете протестировать свой смарт-контракт с помощью Trifle. Вы можете, я не знаю, создать провайдер. Вы можете, я не знаю, скомпилить его, перекомпилить, сбилдить. Ну, то есть, это вот все, что касается Solidity, да. То есть, вы не можете его никак превратить в смарт-контракт без подобного, как Trifle, инструмента. Вот. Как же понимаешь, что это достаточно разнообразная штука. Тут много лейеров, очень много понятий, да. И я попытаюсь показать это на простой схемке, да. То есть, вот сверху слева у нас есть D-Up Interaction, да. То есть, мы создаем какой-то request, какой-то action, да. На основе этого action у нас формируется некая транзакция, да. Эта транзакция валидируется блокчейном, да. То есть, блокчейн проверяет, ок, не ок, не сломает ли это вообще все к чертям, да. После этого происходит майнинг, это выполнение смарт-контракта. И после этого выполнения, то есть, генерация нового блока. И после генерации нового блока мы видим вот свой смарт-контракт, готовый, внутри блокчейна. И можем получить вот этот вот статус готовности наружу, да. То есть, мы можем словить банальный callback on success при выполнении смарт-контракта. Это меня тоже немножко поразило. Это малюсенький смарт-контракт, который выводит месседж и меняет месседж. Но это тоже можно назвать смарт-контрактом. То есть, есть ключевое слово контракт, есть типы, глобальные свойства. Мы определяем как свойства в TypeScript, которые нужно привязать к контексту this и пишем функции, функции, функции. То есть, мне очень было похоже на класс, но там есть какой-то поинт, типа транзакшн, да. Либо payable, есть какие-то уже готовые функции. Но в основном мне, как JavaScript-разработчик, у Solidity залетел прям супер. Вот. Ну и это, собственно, такой очень высокоуровневый фрейм того, как вот наше путешествие корабля мы можем превратить, увидеть в коде, да. То есть, у нас есть какой-то клиент в Египте, он создает API-call. Этот API-call у нас подключается к Web3.js. С помощью Trifle мы создаем смарт-контракт. Там на основе, мы знаем, что у нас есть 100 тысяч манго. Вот эти 100 тысяч мы передаем внутрь смарт-контракта. Ганаш его хендлит, происходит майнинг. Ну и, собственно, все. Вот вся работа. Вот. Вот и вся работа. Звучит достаточно просто, но на деле для того, чтобы сделать какую-то банальную тудушку, у меня ушло полторы недели. Но, честно скажу, эта тема, она 100% работает, и она вот уже у нас. То есть, если вы обратите внимание на проекты, если вы, например, поищите работу где-то вне Украины, вне LinkedIn, вне Google, как рассказывал Турский, да, то вы увидите, что все чаще, чаще, чаще набирают на блокчейн позиции. Особенно хорошо набирают JS-девелоперов, которые умеют в React и блокчейн в виде солидити. И, то есть, огромная перспектива в этом. Ну, вот. Где еще мы можем юзать смарт-контракты? То есть, какие-то самые-самые-самые базовые, но хорошо ложащиеся кейсы, да? Самое первое, что приходит мне на ум, это выборы. Потому что мы можем увидеть, кто конкретно проголосовал за Виктора Нуковича. Вот. И узнать, существуют эти люди, либо нет, да? То есть, это… А? Выборы должны анонимными. Я согласен. Есть решения, которые генерируют уникальный ключ гражданина. И они должны быть открыты только для вот ребят, которые существуют, которые овнер идеи, да, которые должны верифицировать эти ключи. Вот. И с помощью идеи, которая у нас уже у многих есть, вы вот заходите и свайпаете, вот кандидат вам подходит или нет. И в конечном итоге говорите «Ок». И все, этот чувак, он становится президентом на 4 года в Украине. Причем это никак не поделать. Вы не можете просто так взять и накрутить себе голос в блокчейне. Будет видно, кто, что, куда и как. Это выборы. Это вот самый такой идеальный вариант. Если вы начнете покупать уроки на Udemy, то все примеры будут с выборами. Вот. Что? Это любую систему можно хакнуть. То есть, важно понимать. Эти примеры у нас там на 2-3 минуты. Но про выборы нужно говорить час. Да. То есть, чтобы рассказать все детали. Вот. Дальше я бы упомянул. Это замена валюты. Чтобы. Вот у нас есть там национальный банк. У нас есть какой-то монетный двор. Да. Который может печатать денег сколько. Да сколько угодно. Вот. А если мы засетапим какой-то инструмент не инфляционный, дефляционный, например, мы будем как бы выпускать вот 100 миллиардов гривен в год максимум, больше мы не можем физически, то… А? Ну, ты же понимаешь, вот дефляционная политика многих монет, например, Binance Coin, она приводит к тому, что монета, которая стоила 4 года в пике 60, сейчас стоит 500. Согласен. Дефляция не в каком… Дефляция. Дефляция не в каком… Дефляция не в каком здоровом экономике, чтобы люди, которые владеют сегодня… Кредиты? Десятью тысячу били, завтра не стали богаче тех, кто будет платить. Дефляция не в каком… Возможно, но с другой стороны, логичнее будет брать кредиты в какой-то валюте, точнее давать кредиты в какой-то валюте, потому что вы фиксируете ее. Ну, то есть тут возникает вопрос, если ты начинаешь делиться этими деньгами и тебе их возвращают, то они… у тебя как бы покупательская способность постоянно растет. Денег становится меньше, но за одну гривну ты сможешь купить Трумен. Через какое-то время, да? Вот. И Украина – это одна из первых государств, которая начала вот этого движения. Они делают e-гривну, кажется, с прошлого года на блокчейне Stellar. Вот. Классный проект. Очень мне понравился выбор наших ребят, да? Которые вот начали писать e-гривну, есть уже огромные мануалы по поводу того, как это будет работать. Вот. И третий, как мне кажется, очень важный, один из самых важных поинтов, которые может решить блокчейн – это перевод денег. То есть кто-то задумывался, как, например, Национальный банк Украины в Ащадбанк, например, либо в Монобанк переводит деньги для каких-то дотаций. Как можно перевести 10 миллиардов гривен вот так? Без комиссий, конечно же. Мне кажется, что вот эти действия можно сделать с помощью блокчейна. Насколько я помню, в эфире была транзакция на 100 миллионов, и комиссия по ней была 2 доллара. То есть 100 миллионов долларов с комиссией 2, и время перманентное, то есть фиксированное. То есть это заняло порядка секунды. И это все четко, понятно. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, если владельцами станут нехорошие люди, это будет еще хуже. Но это уже детали. Мы надеемся, что все будет классно. Вот. Это три таких самых главных кейса, которые я бы отметил. Также сейчас существует очень много обмен валют, которая работает тоже автоматически. Вы закидываете деньги в долларе, она вам закидывает на счет деньги в репле. И это работает без вмешательства человека. То есть какой-то овнер обменки, когда ты ее написал и забыл, он просто ложит туда ликвидность, он ложит туда деньги, чтобы был оборотный капитал. А дальше никаких затрат временных у нас нет. То есть распределенный обменник, это, мне кажется, все должны написать со временем. Вот. Это такие основные пойнты. Да, у меня, в принципе, все. Возможно, получилось где-то сумбурно. Возможно, где-то не до конца понятно. Но тема достаточно большая, обширная. Вот. Тут есть мои контакты. Мы можем туда подойти, пообщаться. Потому что, ну, могу раскрыть более детально. Ну, вот. Это такой basic point. Да, всем спасибо. Подякуем Ярославу. Ему единорожек принес подарунок и логики. А то мы тут скажем логика, логика. Вот у нас еще и другие компании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!